всем холлоу у нас страшный мороз я не знаю сколько там на улице вообще сколько там вообще на улице времени градусов 11 градусов кошмар дождь как вы можете видеть сейчас мы сделаем себе потеплее ой холодно у нас суббота я для вас сейчас гружу влог и и дальше я сейчас еду в магазин там не могу чё для дома купить там моющий средство такое а потом собственно приеду домой не знаю чего делать нас будут установить кондиционер у нас и у соседей у них уже начали работать так что мы будем весь день дома ну сборишь пойдем к логопеду а так в общем все все планы если будет что-то интересное конечно же для вас это все сниму вот так сори что я вас оставила в такое дурацкое положение назовем это также будучи крутить тут рулем но я хотела судить самую такую тему я купила все что хотела а блин вы наверное все уже слышали что в канаде горит альберта сейчас я еще подожди не соображу как отсюда выехать горит альберта да там есть не знаю что там населенный пункт город в общем некое место форт макмюррей где горят леса и уже по-моему около ста тысяч человек осталось без жилья ну короче говоря трагедия что касается меня я не верю в то что это из-за природных условий из-за того что такая жара так горят леса знаете как мой жизненный опыт меня научил что если где-то что-то очень концентрированно горит тем более вместе где добывается нефть точнее теоретически да в этом месте можно поднять шальберта это нефтяная вообще провинция канады то на мой взгляд тут все понятно здесь просто подожгли для того чтобы эти земли потом освоить наверняка и судя по всему да там живут люди но наверняка под ним можно нашли уже какие-то разработки нефти или я не знаю обнаружено нефти поэтому естественно любит шпаток людей и люди оттуда свалили на мой вкус дело именно в этом я просто не верю в такие вещи но возможно я ошибаюсь очень может быть что я ошибаюсь я не знаю с этого ряда можно поворачивать вот но я хотела даже не об этом поговорить дело не в в том что сейчас повсюду везде собирают деньги на вот этот вот на помощь людям пострадавшим от этих пожаров просто конкретно сейчас я была в суперсторе и там тоже стоит везде вот эти вот коробки как они коробки ну ящики такие в которые когда можно кинуть деньги пожертвовать любую сумму а правительство канада сказала что удвоит сумму которую соберут как бы народ по моему сейчас уже собрали 30 миллионов то есть всего 60 миллионов туда вы пожертвуют у меня два двоякое мнение на все это с одной стороны это очень круто на самом деле здесь любая вообще такая вот так трагедия либо что-то дал что случается сразу начинает собирать деньги не взять даже в канаде даже если где-нибудь там не знаю сомалийские беженцы лишились своих там не знаю домов и так далее все в канаде уже на каждом углу собирают деньги в помощь этим сомалийским беженцам и так далее это с одной стороны очень круто потому что это хочется верить мне учат нас и наших детей быть отзывчивыми помогать ближнему и так далее и тому подобное в общем все все положительное что можно из этого извлечь мне кажется ох сейчас была бы такая авария хорошая можно из этого извлечь но с другой стороны мне кажется блин а я я стою посреди дороги ну ссори вроде никто не идет вот но с другой стороны я всегда думаю о том что знаете когда я вообще ну не очень люблю знаете этот массовые такие вот эти вот ажиотаж когда вокруг чего-то создается мне сразу кажется что это сделано для для чего-то ну конкретно с деньгами к что все понятно если вы на каждом углу будете собирать деньги в помощь сомалийским беженцам то счет у этих денег нету и канадцы очень щедры на всякие такие да взносы пожертвования поэтому естественно поэтому мне кажется что здесь государство или не знаю какие-то специально за эти вот организации которые даст собирают деньги могут столько денег себе положить в карман и никто никогда не проверит ну что ну как мы с вами проверим 30 миллионов было собрано или там не знаю или всего один мы никак это не проверим может быть даже под это дело можно освоить какие-то деньги бюджета или еще чего-то но вы понимаете моему собираю более в школе ланч делаю вот ему клубнику хотела вам лучше рассказать мы обычно покупаем органическую клубнику в костках но на самом деле это не суть важно я тут прочитала статью о том что органическая клубника на самом деле не является органической что конкретно ее саму клубнику вот эти вот ростки и там я не знаю что там все семечки их ничем не обрабатывают они да органические но саму почву как-то там дезинфицируют по-моему раз в год или ну там когда там перед посевом какими-то химикатами или чем-то таким которые содержат там какие-то в общем вещества я уже название не помню в общем что-то там она содержит поэтому на самом деле органическая клубника правда не этот бренд приводился в пример бренд другой по моему который продается в волмарте в волмарте и в этом сети где президент choice но в общем не важно суть в том что если что вот имейте ввиду что в общем как бы может быть теперь у них оттымут этот вот знак да вот это вот сертификации usda это очень важная сертификация но пока вот еще продаю но чтобы вы знали что на самом деле почва где росла вот эта клубничка была обработана какой-то ерундой кстати конкретно эта клубника безумно вкусная просто безумно всем приятного аппетита здравствуйте и хорошего вам просмотра мы с глебушкой сходили погулять у нас сегодня нарастает температура но пока еще прохладненько супер смотри как они полетели вау да да я там еще взяла немножко красок и такую штуку я говорил что у меня елозит время коврик и мне кто-то там посоветовал вас девчонки вот долларами купить такую штучку в общем прислушалась купила попробую я знаю что такие штуки продаются в икее я знаю что такие коврики под коврик продаются в икее они очень хорошие ну попробуем что там долларами продается может быть потом возьму себе еще для большого ковра посмотрим но за идею спасибо вот уже осуществила у нас время обеда у нас будет такой салат обычный овощной с проростками вот и здесь у нас кабачки и лук какие-то котлетки типа соевых ну какие то ерунда в общем и полба я все смешала должно быть вкусно смотрим Борис вкусно? да из школы пришел голодным а потом будет тепло? хочется верить Борис, но это Канада, здесь не бывает тепло жестокая шутка или правда в жизни в общем у нас сегодня среда у нас сегодня среда чтобы пойти красный ковр да нет ты идешь в пятницу в общем у нас сегодня среда мы сегодня едем в Торонто Феде нужно по делам а я сегодня там погуляю с подружкой плюс погуляю с еще одной девочкой новой познакомимся мои подписчицы вот посмотрим что как оказалось что они должны вместе 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 погулять что? когда если вы едете Торонто это по субботам да Борисечка, но сегодня папе надо в офис поэтому сегодня поедем а сегодня суббота ну сегодня среда в общем учитывая погоду в 9 градусов тепла такое вот у нас лето практически я еду в кедах своих New Balance в этих классинах от H&M на мне вот эта вот рубашечка которую вы уже знаете от Zara белая кофточка футболка из H&M я решила что макияж будет мое главное украшение вот часы мои что-то я на них подсела так мне нравится сумка и куртка одену я куртку потому что гулять мы будем у Ойзера и скорее всего будет прохладно и ветрено очень вот сейчас вам покажу свой final look вот так я буду выглядеть такой полицейский из Beverly Hills ну да в общем как-то так не знаю не знаю вообще я думала еще одеть просто балетки но как-то что-то неохота одно дело бегать из магазина в машину или что-то такое по делам да рюкзак будет называется рюкзак вот и ты это сам курточку не одел вот и тогда я одеваю иногда голые ноги но вообще голые ноги я не люблю поэтому ну в смысле не люблю мерзнуть а ноги мерзнут у меня раньше всего поэтому решила одеть носки и кроссовки ну короче не знаю я решила переодеться и одеть эту красную безрукавку а это возьму на всех случаях с собой еду очень вкусную еду я тебе все дала какую еду вот такую что такое что тебя беспокоит глебушка что-то пальчик болит да да по-моему на другой руке у тебя болело да машинка а машинка а машинку дарила да ты лучше покажи как у тебя лобик с колясочки прилетел да лобик будет лобик лобик ударил лобик ударил дай подожди хорошо сейчас дам чего пузыка 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 самокат 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 нет спасибо да это 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 венчик или что это такое да блинчики сделать блинчики да 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 надо току надеть току это все а что еще ну току с тушеными луком перчиком горошек это самые вот эти тофурки наши любимые всегда режу лук тогда мы наконец поточим наши ножи пупсик пуп 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 это да airy ответ всю Anders Israeli русская знаете я европу acesso г а услуги то что Снимите с Глеба кофту. Он не хочет, я пробовал. Ну так, возьми еще одна кофта. Зачем ему, чтобы кофту сделать? Глебушка! Глеб, давай кофту снимем. Хочешь? Ты хочешь, Глеб, кофточку? Где? О, да, большая ложка. А где маленькая, покажи. У тебя у меня еще валяется в вашей металле. Как полагается? Вот что значит, мы купили перс не органический. У нас, кстати, органический майк. Я не знаю, что я не знаю. Майка, вот и майка. Глеб, Каталь. Чего уселся? А где майка? А вот и майка. А вот и майка. А где майка? А вот и майка. А вот и майка. Кто? Нашел самую маленькую ложку? Да. Молодец. А самая большая какая? Он уже показал мне. Ищи, ищи, ищи. О, молодец. А покажи среднюю, которая не самая большая, но и не самая маленькая. Ты сейчас запутала ему. Что? Самая маленькая. Самая маленькая. Маленькая. А ты покажи мне среднюю. Он не знает, что такое. Вот средняя. Покажи папе и скажи. Папа, вот это средняя. Средняя, да? Да. Глеба, сними кофту, пожалуйста. Хочете помочь? Тебе помочь, Глебушка? Нет. Нет или да? Вот то, что у меня вышло. Сейчас я это накрою. Пусть немножко потомится. Хотела вам вот что сказать. Мне под прошлым видео... Глебушки надо погреметь. Мне под прошлым видео на тему, что мы там ели или что-то такое, короче, где я готовила блинчики, писали, что у меня поцарапанная сковородка, и что, типа, это очень вредно, потому что... Не один человек мне это написал. Потому что, ну, как бы, да... Вот эти вот тефлоновые всякие антипригарные покрытия, их нельзя царапать. Все правильно вы говорите. Действительно нельзя царапать. Если у вас на тефлоновой любой антипригарной сковородке есть царапина на вот этом покрытии, то ее можно выкидывать, потому что она будет излучать... Глебушка, как можно было шагнуть мимо дивана? Ну, как? Иди, я тебя обниму. Глеб у нас падает каждый день. Просто сегодня он еще не падал, я уже ждала, что что-то будет. Вот он вот так вот стоял на диване и вот шагнул мимо, глядя на меня. В общем, у меня нет тефлоновых сковородок. У меня их раньше были, я их очень любила. Но, естественно, начитавшись о вреде этих... Пип-пип. Начитавшись о вреде тефлонового покрытия и плюс, когда он у вас царапается, а царапается он очень легко, если вы знаете, то я, конечно же, их все выкинула. У меня нет ни одной. У меня есть гранитная сковородка. Вот ту, что вы считали, что она у меня поцарапана. Она действительно у меня поцарапана. Честно говоря, я даже задумалась. Может быть, ее тоже надо выкинуть, но она у меня не тефлоновая, не антипригарная, ничего такого. Это что-то типа чугуна какого-то. Но это не чугунная, это вот не та классическая чугунная сковородка. Короче, я что-то призадумалась, что это за сковородка. Еще они почитают российского производства, кстати, сковородка. Есть у меня местная сковородка. Я не знаю, как она называется, я уже не помню. Точнее, я не знаю, как это переводится. В общем, у меня все такие, знаете, как натуральные, назовем это так, сковородки. То есть у меня нет ничего такого, что может вызывать какие-то плохие излучения. Но спасибо за беспокойство, да. Вот так вот. А мы сейчас посидим малешек. Хлебушек, что делаешь? Хлебка, что делаешь? Ладно, пойдем на стол накрывать, еще салатик сделаем. Сейчас уже Боря придет. Сейчас уже Боря придет из школы. Давай, давай, давай. Давай, не сюда. Ой, господи, да, прекрасно. Знаете, есть такой очень известный ролик на ютубе. Комик какой-то американский рассказывает про хлам. Что люди используют свои дома для того, чтобы накапливать хлам. И в первую очередь гараж. Гараж это номер один, куда складывается весь хлам. У нас гараж пустой, но как вы могли видеть, там ничего нет. И люди идут. Hi. Ну, эти детские какие-то вещи. Но, в принципе, я не знаю. Возможно, это зависит от того, что чем больше ты живешь, тем больше ты накапливаешь. Но я надеюсь, что это с этим не связано. Это просто связано с людьми, конкретно живущими в этом доме. Потому что я, на самом деле, видела в очень старых домах очень аккуратные гаражи. Пустые. Но, как правило, это исключительная редкость. Поэтому расскажите мне, что храните в гаражах вы. И как так получается, что гаражи все завалены вещами. Причем иногда мы видим такие гаражи, когда, знаете, вещи просто навалены кучей. То есть одно на другое складывается на потолках. Естественно, нет места складывать вещи. Слушай, а этот дом продали, что ли? Здесь же, по-моему, клама была. Куча всегда. Чего? В этом же доме, по-моему, была куча клама. Видимо его продали. Сзади меня дом. Вот этот тут. Здесь вообще было все завалено. Просто вокруг дома все было завалено, как будто это мусорка. Походу, дело, съехали. Да. Ну, а мы идем так просто гуляем. А Глебушка чистит зубки. Да, Глебушек? Как большой мальчик. У нас сегодня четверг. Всем хай! У нас сегодня четверг. Боря сегодня идет в школу, потому что у него два визита к врачу. С утра он сдает скорую ночь на анализы. А в час дня у него зубной. Вот. И поэтому мы его сегодня оставили дома. И, как бы, что еще интересного? Глебушка, ты что за вес? Ну, а так будем смотреть, что там по ходу дня. У нас куча дела, на самом деле, все не запланировано. Так что будем что-то делать. Я сейчас пойду в зал. Голова у меня еще не высохла. Пойду сюда сейчас в зал. Позанимаюсь, потом приду и мы начнем наш день что-нибудь делать интересное. Ну, все, ты начистил зубки свои. Вау! Я пришла с занятия с фитнеса. А тут, вон, Борюсик мне нарисовал. Тигра, что еще? Это мусоровоз? Да. Это машинка. Машинка и солнышко с домиком. Так. Да, покажи тебе свой рисунок. Что ты рисовал? Подожди, папа сказал, что вот это ты рисовала. Так, вау. Так, и что ты рисовал? Расскажи. Море. Море это? Да. Да. Так, и солнышко я вижу. Да, я видела, у тебя там тоже было море с корабликом, да? А это что такое, Глебушка, расскажи. Это я так мало, тоже ты все рисовал. Дар от рождения, да? А где? Я сам. О, ты. Что же это такое? Где я? Где я? Это ты? Да. Боря. А это Боря, ага. Так, а что еще? Это Глеб, это Боря. Окей. Что еще? Я вижу солнышко, так? Что туда? А вот здесь это что? Солнышко. Вот это да. Молодцы, ребята. Не зря провели время. А? Не зря, говорю, провели время. Вот твой рисунок. Молодцы. Пошли играть. Глеб у нас сам одевает, как и Боря. Поэтому его стиль, его аутфит, они сейчас сочетаются с погодными условиями. У нас сегодня, наконец, тепло. Я вообще вам, так сказать, во всем летнем. Ну пойдем. Глебшик. У нас руки. Прекрасно. У нас руки грязные. Супер. Ну пошли, потряси ими, и будет нормально. Вот. А мы, собственно, собрались в Бомбард, потому что... Ну почему бы и нет? Наши вот только что уехали. Наши только что уехали. Глебушик. Наши так что уехали ко врачу, Боря будет сейчас давать кровь. Мы ему об этом ещё не говорили. Он знает по факту. Не знаю, что будет, поэтому я даже не поехала, отправила Федю. Вот. Он очень боится врачей. А, собственно. Да-а-а-а-а! А мы сейчас идем в Бомбард, потому что нам нужно купить кое-какие. Вот, короче, мы сейчас идем в Бомбард, а наши потом к нам туда приедут. Заберут нас и поедем, может быть, дальше по делам. Вообще, я еще надеюсь, что мы где-то пообедаем. Не будем дома обедать. Ну, не знаю, как пойдет. Такой, кстати, на мне аутфит. Наряд дня. У нас, наконец, вроде бы тепло. Мы вернулись, потому что Глебка устал. Естественно, кушает киви. А вместе с кожурой, между прочим. Что, тебе так вкусно, Глебушка? Это киви. Киви, мам. Киви. Киви, да. А мы загораем. Да, вот так берешь и кушаешь. Я возьму одну. Сейчас. Морить не встать. Вкусняшка, да? Да. Ок. Черепашка-ниндзя. Вот мы приехали. Вомарт, Борис, покажи свою руку. Он как у нас, как герой сдал свою кровь. Смотрите, как они их делают. А, у тебя одна осталась только звездочка, да? Тебе понравилась, да, ты сказал? Да, где у Кирилла, и Кирилла. Господи, посмотрите, какие уродские игрушки. Просто уродство вообще. Вы даже не можете этим выбрать. Одну уродство. А у тебя оттуда? Ну, автобус, ты видишь, сколько стоит автобус? Вам нужен так утешительный приз. А главное, я не могу понять, при чем здесь вообще ты, Глебушка? При чем здесь Глеб? Кроз брали у Бори. Сегодня у нас кофе, а вода слаймом. И запусончик. Кто-то Глебушка кушает. Ты кушаешь? Что такое, ты упал? Это кофе. Там кровь? Покажи. А, ну немножечко есть, да, бабочка там. Ну, ничего страшного, да? Ну, хорошо. Видишь, там? Да. Да. Да.